Девушки отдыхают Всем привет! В эфире программа Хейдлайнер. И начнем мы выпуск с актуальной новости. На какие уступки приходится идти молодым режиссерам ради создания картины? Как оказалось, на самые разные. Вашему вниманию откровенные признания, о которых зрители и не догадываются. Бывший спортсмен идет по воле покойного отца. Мечтая о лучшей жизни, уезжает в большой мегаполис. Но прошлое... Это трейлер отечественного фильма «Реаниматор». На его съемки ушел месяц, но минутный ролик подготовлен не для зрителей, а для спонсоров, которых сейчас ищут создатели картины. Как оказалось, современным предпринимателям проще посмотреть видео и оценить риски, нежели услышать устную презентацию. Пока на свои деньги мы сняли только трейлер. На полный метр не хватает средств. Один из потенциальных инвесторов сразу спросил, кто из звезд шоу-бизнеса будет сниматься в картине. То есть речь идет не об актерах, а о певцах. Я этого не понимаю. Видимо, мода такая сейчас. Мы сразу отказались иметь дело с этим человеком. Сейчас Алишер Абдисатар ждет ответа от других спонсоров, чтобы уже осенью представить своего реаниматора зрителям. По словам начинающего режиссера, для успешного проката картины нужен не только инвестор, но и профессиональный продюсер, который в стране можно пересчитать по пальцам. В общем, воплотить свою задумку кинематографистам было всегда непросто. Более опытный кинорежиссер Канагат Муставин знает, что приходится искать компромисс, когда ты ставишь перед собой цель собрать кассу, а не удивить жюри на престижном кинофестивале. Недавно мне позвонили и сказали, что деньги не проблема, но лишь при условии, если в главной роли снимется дочь звонившего. Как ни крути, с непрофессиональными актерами, певицами работать сложно. Артисты ведь не зря едят свой хлеб. Скоро буду ставить мюзикл. Чувствую, придется нелегко. Да, с начала 2000-х в отечественной киноиндустрии появилось немало успешных фильмов. Тем не менее, большое количество проектов таки остаются безызвестными. Жене Шеребжанова, Илья Иванько, хедлайнер. Айкент Олиберген готовит масштабный концерт в Алматы. Он обещает новую шоу-программу и много чего интересного. Женя Шеребжанова узнала все подробности. В инстаграме Айкент Олибергена появилось видео, как певец готовится к выступлению. В начале марта любимец женской половины Казахстана планирует провести самый крупный сольный концерт в своей карьере. Все-таки дворец республики, все равно, как бы, что бы ни говорили, это самая большая сцена нашей страны. Подкрутовка идет полным ходом. Будет такое три шоу, как бы, шоу, интересные танцы, песни. Ну, все-таки это, наверное, больше будет живая атмосфера, такая живая музыка. На вечер исполнитель пригласил многих коллег по цеху. Поэтому для зрителей споют Дастано Разбеков, Нуржан Кирменбаев, Луина и как же без лучших подружек Айкына. Дельна Сахмадиева и Макпалы Сабекова обязательно выступят на сцене. Женя Шеребжанова, Тимирбек Нугманов, хедлайнер. Писатель из Алматы номинирован на российскую литературную премию «Нацбест». Полное название звучит как национальный бестселлер. Эльдар Сатаров попал в лонг-лист за книгу «Транзит Сайгон Алматы». Стали известны имена претендентов на премию «Национальный бестселлер» и состав жюри. Помимо книги «Транзит Сайгон Алматы» в список номинантов попали еще 43 произведения современных писателей. Шорт-лист премии опубликуют уже в апреле, а вот имена лауреатов будут известны в начале июня на праздничной церемонии в Санкт-Петербурге. Житель Китая установил мировой рекорд. По Воробин одновременно зажарил на вертеле 216 баранов. Таким образом, житель Поднебесной воплотил в реальность давнюю мечту. Попал в книгу рекордов Гиннеса. Поразила своим талантом и девушка из России на шоу в Италии. Красотка прошлась на шпильках по... Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. О самых небывалых достижениях узнаете прямо сейчас. Бесстрашно пройтись на шпильках по канату на высоте 15 метров, удерживая равновесие с помощью одного веера. На это способна только россиянка Оксана Сироштан. Девушка выступила на шоу в Италии и установила новый мировой рекорд. Она преодолела дистанцию в 7,5 метров, а после прошла столько же в обратном направлении. На днях американец Калумнеф установил мировой рекорд в полумарафоне. Он преодолел дистанцию за 1 час, 11 минут и 27 секунд. Но только не один, а вместе со своей дочкой в коляске. Именно годовалая малышка пересекла финишную прямую перед папой и фактически считается победительницей. Не так давно эфиопская бегунья Гензебе Дибаба побила 26-летний рекорд. Девушка пробежала одну милю в закрытом помещении за 4 минуты и 13 секунд. Таким образом, она почти на 3 секунды улучшила предыдущий результат, который почти 30 лет принадлежал румынке Дойне Мелинте. И еще одно необычное достижение. В прошлом году казахстанский иллюзионист Руслан Иванченков, известный под псевдонимом Картман Манкарди, удивил жюри своей ловкостью рук. Дело было на чемпионате мира в Италии. Молодой человек в течение 5 часов без перерыва показывал фокусы. В итоге он был включен в Книгу рекордов Гиннесса. Нелли Ергалиева, Хедлайнер. В преддверии Международного женского дня программа Хедлайнер объявляет интересный конкурс. Хотите получить в подарок элитный парфюм? Тогда не упустите уникальный шанс. Уже через несколько секунд вы увидите фотографии первых участников. До 8 марта остались считанные дни. И если кто-то из вас желает необычно поздравить своих возлюбленных, подруг, мам, сестер и бабушек с этим праздником, тогда слушайте внимательно. Снимите видео или сделайте фотографию с поздравлением. Опубликуйте его в Инстаграм с хэштегом Хит Ти Ви Сен Сулу. После вашей мини-ролики и снимки увидит вся страна. Это ли не мечта любого казахстанца? Более того, автор самого лучшего поста получит в подарок элитный парфюм Гуччи Гилти от французского дома. Конкурс уже набирает обороты и прямо сейчас вы увидите фотографии первых участников. Так что дерзайте и вам обязательно повезет. Кто станет обладателем заветного приза, узнаете совсем скоро. Впервые за 34 года изменили дизайн статуэтки «Оскар». Теперь она будет похожа на оригинальную фигурку этой премии 1929 года. Видимо, американская киноакадемия таким образом решила вернуться к истокам. Что еще интересного произошло в мире, расскажут мои коллеги. Новая статуэтка для «Оскара» весит почти 4 килограмма. Сделана она из бронзового сплава и покрыта 24-каратным золотом. На изготовление этих фигурок ушло 3 месяца. На полки пылиться им не придется, ведь уже 28 февраля станут известны имена лауреатов кинопремии. В особом предвкушении сейчас находятся фанаты Леонардо Ди Каприо. Да и сам актер наверняка волнуется. А вот Бритни Спирс переживать незачем. Певица на зависть всем злопыхателям продемонстрировала свою прелестную фигуру и опубликовала видео в своем инстаграм. По словам знаменитости, она так и не смогла выпустить клип на песню «Breathe on me», поэтому решила снять эти мини-ролики и добавила «Наслаждайтесь». В далеком будущем Бритни стоит брать пример Сарис Апфель. Икона стиля, дизайнер и коллекционер в свои 94 года выглядит просто сногсшибательно. Милая старушка в очередной раз выступила лицом рекламной компании, только теперь уже австралийского бренда. Кстати, 11 лет назад бабушка прославилась благодаря выставке своих модных сокровищ в музее института костюма. Между делом Апфель успевает снимать видео, в которых рассказывает о любимых джинсах, аксессуарах и о своем пути в моде. Айрис уверена, даже если у вас есть самая красивая в мире одежда, но нет стиля, то это просто вещи. В Кенсингтонском дворце переполох. Прислуга принца Уильяма и Кейт Миддлтон грозится устроить самую настоящую забастовку, потому как в связи с сокращением рабочего дня им могут урезать зарплату. Правда, эта участь постигнет только тот персонал, который работает в билетных кассах и проводит экскурсии для посетителей. Повод для истерик оправдан, ведь сотрудники могут потерять 5000 долларов от ежегодного дохода. В свою очередь монаршие особы пока не комментируют эту ситуацию. Динара Исмаилова, хедлайнер. В Лиге чемпионов состоялись еще два матча одной восьмой финала. В Киеве местная Динамо проиграла Манчестер Сити со счетом 1-3. А вот голландский ПСВ дома сыграл в ничью с мадридским Атлетико. Другие новости из мира спорта прямо сейчас. Наш олимпийский чемпион Илья Ильин признан лучшим штангистом мира 2015 года. Этого звания казахстанец удостоился благодаря народному голосованию на сайте Международной Федерации Тяжелой Атлетики. Хочется отметить, что Ильин в этом виде спорта становится лучшим уже второй год подряд и в четвертый раз в карьере. Мужские национальные сборные Казахстана и Сербии по теннису огласили список спортсменов на матче Кубка Дэвиса. Честь нашей страны будут защищать Михаил Кукушкин, Александр Недовесов, Андрей Голубев и Дмитрий Попко. В состав «Серба» вошли первая ракетка мира «Новак Джокович», Виктор Троицкий, Филипп Крайнович и Ненат Зимонич. Встреча пройдет в столице Сербии в начале марта. Отличная новость! Боксеры-профессионалы получили право выступить на Олимпийских играх. Об этом стало известно на заседании Международной ассоциации любительского бокса в Манчестере. Причем ведущие спортсмены смогут побороться за олимпийские медали уже этим летом на соревнованиях в Рио-де-Жанейро. Олимпийский чемпион Бахтияр Артаев четвертый раз стал отцом. Супруга победителя игр в Афинах подарила ему крепкого батыра. Малыш весит 5 килограммов и 200 граммов. Поздравляем спортсмена с радостным событием! На этом у нас все. Смотрите программу Хейдлайнер по будням в 19.45. Будьте в курсе самых актуальных событий и подписывайтесь на наш аккаунт в инстаграм. Все это время с вами была я, Айнур Еспенова. До встречи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok